Доброе утро! Меня зовут Роман Белов и я юрист. Если ваши права нарушены, их можно защитить. Еще в 2009 году я взял кредит для друга под залог квартиры. Друг обещал выплачивать кредит самостоятельно. Мне за это обещал платить небольшой процент. Этот уговор мы зафиксировали в письменной расписке. Так и было первые полгода, а потом он перестал выплачивать кредит. Сейчас ко мне приходят судебные приставы, пытаются изъять квартиру в счет погашения долга по кредиту. В квартире прописаны мои дети. Могут ли приставы забрать мой дом? Подскажите, как с бывшего друга потребовать возвращения денег? Кредит под залог недвижимости – это, по сути, обычный вид потребительского займа, где гарантией возврата банку средств выступает недвижимость. Квартира или дом, которая находится в собственности клиента банка, принимается в качестве залога, при этом не требуется присутствие поручителей по кредиту. Главным гарантом выступает залог, который в случае невозврата средств банку реализуется. А вырученные средства идут на погашение кредита. В долговой расписке необходимо указать все данные заемщика, фамилия, имя, отчество, номер и серию паспорта, адрес постоянной регистрации, место фактического проживания, дату рождения, контактные телефоны, указать сумму долга цифрами и прописью, дату займа, дату возвращения долга, условия возврата, дату составления расписки. Внизу ставится личная подпись заемщика с письменной расшифровкой. Расписка – достаточное основание для возврата денег. Она признается судом в качестве письменного доказательства займа. Определенной формы расписки не существует. Единственным условием является написание долгового документа рукой человека, который берет в долг. Также должны быть указаны точные реквизиты заемщика. Судебные приставы могут взыскать с вас дом в счет погашения задолженности по кредиту. Для возврата денежных средств по расписке обратитесь в суд с исковым заявлением. Соберите необходимые доказательства того, что человек вам должен. Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их по телефону, который вы видите на своем экране. Доброго вам дня! Продолжение следует...